Росстат С 2013 по 2018 годы, то есть за 5 лет, снизились не так заметно, как об этом сообщалось ранее. Показатель упал на 8,3%, а не на 10,9%, как раньше утверждали. Вот эту разницу перевели в денежное выражение, и получилась вот эта цифра прекрасная. Триллионы и 750 миллиардов. Тут даже можно больше сказать, Росстат снова меняет методологию. На этот раз в измерении уровня бедности. Малоимущих посчитают по международному стандарту. Что это значит? В подсчетах Росстат решил воспользоваться международными стандартами и посчитать индекс немонетарной бедности. То есть учитывать будут какие-то материальные лишения в домохозяйствах, которые из-за нехватки средств, к примеру, не могут позволить себе есть мясо или рыбу, поддерживать тепло в доме и купить стиральную машину. Зачем потребовалось менять методологию? Как она может скорректировать цифры итоговые? Вот об этом мы спросили эксперты. Здесь возможен ряд нюансов, скажем, особенностей расчета. В частности, привлекающие внимание объем, размер заработных плат суммарных выплаченных населению. Поскольку туда сейчас добавились не только те заработные платы, которые Росстат регистрирует по отчетности ведра различных организаций, но и также те, которые он дооценивает, там образовались определенные нюансы. И есть основания полагать, что Росстат ненаблюдаемой заработной платы у отдельных ИП, у ряда других бизнесов в теневом секторе дооценивает довольно щедро, используя доступную информацию о белых заработных платах, которые выплачиваются в организациях, регулярно сдающих свою отчетность, что часто бывает неправильной оценкой. И это, возможно, завышает индикатор. И не исключено, что Росстат как результат, естественно, транслирует это в статистику, что ведет к несколько менее качественному учету по факту, несмотря на более совершенные методологические подходы. Я искренне надеюсь, конечно, что это может быть исправлено по большому счету. Какие данные по бедности мы, кстати, сегодня имеем? Уровень относительной бедности в 2016 году составил 14% – это число россиян, чьи доходы ниже половины среднего заработка в России. Уже через год, в 2017 году, доля бедного населения выросла на 4% до 18%. Посмотрим, что расскажет нам новая статистика Росстата. Ведомство готово опубликовать расчеты индексов вот этой немонетарной бедности уже в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин